Здравствуйте, дорогие подписчики канала Агробук. Сегодня мы будем говорить о теме инвентаризации земель сельхозназначения. И с нами на связи эксперт по этой теме Рустам Равилевич Пахрутдинов, директор компании Аудит Угоди. Рустам Равилевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, наши зрители. Что такое инвентаризация земель сельхозназначения? Как вы это понимаете? Если коротко, инвентаризация – это учет и организация контроля за использованием земельных ресурсов, если двумя словами. Если рассуждать в целом, что такое инвентаризация, то здесь имеется в виду создание и анализ всех вовлеченных данных, которые составляют понятие земельный фонд. Это и список земельных участков, это наличие правоустанавливающих документов на пользование земельным участком, это понимание структуры угодий, в каком количестве и какие угодия представлены в составе земельного фонда, наличие картографических материалов о структуре угодий, то есть это комплекс табличных и графических данных. Кроме того, в инвентаризацию входит также и анализ данных по полям. В большинстве своем хозяйства это занимается растениеводством, и основную часть, большую часть угодий составляют пахотные земли. Так вот, учет количества площадей тоже входит в состав инвентаризации. Если пойти дальше по составу, то очень важно определить целевое использование всех типов угодий. Как правило, хозяйство, занимающееся растениеводством, делает акцент именно на этих видах угодий. И зачастую угодия в виде пастбищ, сенокосов и сельскохозяйственных угодий, они остаются на втором, а то и на третьем плане. Хотелось бы также указать, что целью инвентаризации является также и выявление земель, имеющие признаки неиспользования, то есть это залежи. Земли, имеющие признаки деградации, допустим, это эрозия. И в целом это все составляет совокупность данных, которые включаются в смысл инвентаризации. Компания «Аудит угодий» занимается инвентаризацией земельных участков. Все верно? Что именно вы делаете? В чем заключается ваша работа? Наша работа заключается в полом анализе всех данных, которые формирует земельный фонд. Это уточнение кадастровых данных, это уточнение правоустанавливающих документов, проведение оцифровки полей, где в основу этих работ принимаются спутниковые снимки различных ресурсов, в том числе спутниковые снимки, делающиеся на заказ под конкретного производителя. Это анализ данных по полях самого производителя. Он включает в себя картографические данные, табличные данные, уточненный список кадастровых площадей, уточненные данные по площадях полей. И все это представлено в цифровом виде. Кроме того, эти данные мы предоставляем посредством геоинформационной системы, то есть это все можно увидеть на экране компьютера, всю эту работу, которую мы проводим. Кроме того, имеется мобильная версия для того, чтобы эти данные можно было увидеть, скажем так, в полях. Можно сказать, что наша работа – это элемент цифровизации данных, данных, которые формируют основу и, опять же, земельного фонда, основу документа оборота и является единой информационной платформой для работы с земельными ресурсами. Я знаю, что вы уже довольно обширную работу провели по инвентаризации земельных ресурсов. Можете назвать эти объемы и, может быть, поделиться какими-то своими наблюдениями по результатам выполненных работ. В прошлом году мы выполнили работу у инвентаризации земель порядка 100 тысяч гектар. Это на основе спутниковых снимков и порядка 10 тысяч гектар на основе аэрофотосъемки. Эти работы показали такой интересный срез. Во-первых, имеет место разночтение информации, которую располагает юрист, условно юрист назовем, и главный агроном. Юрист обладает списком земельных участков. У него есть общая площадь, которую составляет земельный фонд. При этом полной картины по типам угодий у юриста не имеется. Так же, как и не имеется информации, например, о самозахватах. Поскольку юрист работает только с точными кадастровыми данными, документами правопользования. Агроном использует данные, которые практически сложились в поле. Здесь могут быть, опять же, те же самозахваты, которые сложились там исторически. Где-то припашки, где-то, скажем, вовремя или не до конца оформленные документы. Вот здесь получается первый такой участок пробелов информации. Общения с агрономами показали, что информацию о сенокосых пастбищах, как правило, они не владеют. Но что здесь происходит интересного? То, что по факту-то эти земли не используются. И они дичают, они зарастают. Там появляются кустарники, уже деревья, скажем так. То есть они теряют свое свойство, как тип угодий. Вот это такое второе наблюдение. Третье. Что касается учета полей. Как правило складываются эти цифры в хозяйстве. Здесь могут быть несколько ресурсов. Это либо специализированные ГИС-сервисы в виде там Кропио, Экзакт Фарминг, в котором в качестве основы используются те же спутниковые снимки и отрисованы эти поля. Вторым ресурсом могут быть, если такой программы нет, это могут быть просто исторические документы в виде внутрихозяйственных землестроительных документов. Либо третьим ресурсом могут быть собственные промеры навигатором или спецтехникой. Проезжали и замеряли каждое из этих полей. Но здесь в каждом из этих случаев можно найти как технические неточности, так и несоответствия нашим данным по итогам исследований. И расхождение тут составляли от 5 до 15 процентов. Как ни странно, то есть такие случаи мы выявляли, и это было для полей порядка 30 процентов от общего земельного фонда. То есть это означает неточные данные о площадях полей. И как результат, это неточные выводы об удельных расходах по ГСМ, по агрохимии и на выходе, и, скажем так, ожиданий по урожаю. Другое наблюдение, о котором я хотел сказать, это наличие картографических материалов. То есть обычных, что мы называем, планы, схемы. В ряде случаев главный агроном использует карты внутрехозяйственного землеустройства 90-х, нулевых годов. Подогонку спрошу, просто это очень интересно. А зачем агроному бумажные карты, если у него есть приложение в телефоне? Есть же там история о поле, он приходит, все видит, что на этом поле было посеянно. Зачем бумага-то? Мобильное приложение далеко не всегда отражает ту информацию, с которой требуется работать. Ведь эти программы отображают только поля. А если нужно увидеть кадастровые данные, то их просто там нет. Эти материалы сейчас востребованы для того, чтобы их вносить в федеральные ГИСы. Где, например, нужно указывать, из каких земельных участков состоит то или иное поле. Стами поля, которые представлены на ТИГИСах, зачастую от 30 до 50 процентов неверно отображаются. Не имеют той нумерации и той конфигурации, которые сложились на практике. И, например, специалисту, который должен внести данные о полях хозяйства. Это может быть агроном или выделенный специалист. А где-то даже это бухгалтер этим вынужден заниматься. Он должен иметь какой-то ресурс, где показаны все эти поля, на которых видно, из чего это поле, из каких земельных участков оно состоит. Мне бы хотелось, чтобы вы остановились побольше в ГИСах. Потому что уже сейчас, нам буквально сегодня утром пришло сообщение от фермера, что теперь, чтобы продать урожай, ему нужно написать, с какого кадастры этот урожай был собран. Вот, видимо, вопрос инвентаризации полей стал как никогда остро. Я вам поясню. Смотрите, что происходит. Государство сейчас обязывает сельхозпредприятия использовать данные о полях в обязательном порядке. Но если вникнуть, какая информация должна быть представлена в этих ГИСах, то мы увидим А. Наименование земельного участка. Б. Поле. Какое сформировано из этих участков. С. Какая часть этого земельного участка входит в поле? Если этот участок земельный входит в состав единого землепользования, или же это многоконтурный участок, то какое из этих контуров там указывать? Ну, по сути, то, что государство сейчас спрашивает, это не что иное, как инвентаризация. И поэтому все данные, которые мы в итоге работ получаем, они, по сути, формируют единую базу данных для хозяйства. Она пригодна для всех указанных задач. Как для внутреннехозяйственного использования, для учета полей, так и для внешних целей. Это когда нужно представить данные для ГИСа. Мне очень понравилась ваша фраза, что государство хочет в принудительном порядке, скажем так, заставить сельхозпроизводителей провести инвентаризацию. Но ведь некоторые сделали это добровольно, в том числе с вашей помощью. Каких результатов добились эти хозяйства? Какие преимущества они получили? В чем была польза инвентаризации земель? Во-первых, это синхронизация данных. Юрист получил срез по угодям. Из чего представлен этот земельный фонд? Агроном получает данные об участках, и это упрощает его задачу по внесению данных в ГИС, в различные ГИСы. Экономист компании получает корректную цифру, и он уже понимает, да, эта цифра, она пришла от главного агронома, с ней все согласны. То есть получается синхронизация данных. Кроме того, были выявлены случаи залежей. Там, где земли выяснилось, что, оказывается, принадлежат хозяйству, но каким-то образом они прошли мимо внимания. Выявились земли, которые использовались третьими лицами. Четвертое. Выявляются случаи нарушений правил землепользования. Ведь выявление залежей – это тоже несоблюдение требований закона в части целевого использования или неиспользования земель вообще. Но ведь могут быть и случаи эрозии, где земли деградируют, и на них нужно вовремя обратить внимание, хоть это и нечастый случай. А бывает, что по соседству находятся промышленные предприятия, я об этом рассказывал, где земли промышленной категории соседствуют с землями сельхозназначений, и там могут возникать нарушения правил землепользования в виде нарушений почв, наличия наземных объектов, ограничения в возделывании. Опять же, это риски в части произрастания сорняковой растительности. То есть мы эти участки выделяем как зону повышенного риска. Какой-то экономический эффект при этом хозяйство получают? Позитивный? Если организован компанией в хозяйстве правильный учет, это уже снижает ряд вопросов. Если вы знаете, что у вас именно столько полей, и именно такое количество материалов требуется для психоаспроизводства, психоаспроизводства, идет корректировка планирования. Так же, как и корректировка прогнозов, если это речь идет об урожае. Идет второй момент. Это идет экономия трудовых ресурсов. Люди не тратят время на создание, скажем, работы, которая недостаточно точная, не точная, но на это тратятся ресурсы, и в конечном итоге это неэффективно. Третий момент. Опять же, мы выявляем нарушение правил землепользования, и хозяйство имеет возможность выполнить предупредительные действия для того, чтобы не возникли проблемы с надзорными органами, роль которых только будет возрастать в наше время. Неважно, это пашня, или пастбище, или сенокоз. Для каждого из этих типов угодий имеется свой критерий. И вполне конкретно есть постановление, где дается классификация того, что называть признаком по нецелевому использованию. И вот эти зарастания растительностью – это один из таких признаков. Хозяйство потратили значительные ресурсы для приобретения этих земель. Это реально большие суммы. И инвентаризация – это способ наведения и поддержания порядка. Это способ понять, насколько эффективно, рационально используются эти ресурсы. И в таком смысле эту работу нужно воспринимать как продолжение инвестиций. Если мы заказываем техобслуживание автомобиля, мы тратимся на это, для того, чтобы машина бежала. И в этом случае инвентаризация служит для того, чтобы порядок в части использования земель поддерживался. Это одно. Второе. Инвентаризация в том виде, который мы выполняем – это элемент цифровизации хозяйства. То есть данные представляются в комплексном виде. Как в виде, скажем, текстовом, описательном, так и в виде пространственных данных. Все это является основой для использования информационной системы. Мы предоставляем ГИС, который позволяет демонстрировать и визуализировать все данные, которые получены в ходе работы. Это и по праву пользования, и по типам угудий, по культурам. В этом ГИСе хотим показать наиболее важные функции, которые служат именно конкретным работам с земельным фондом. ГИС предоставляет весь необходимый набор картографических материалов с возможностью создания планов схем по отдельным полям, по группе полей. Является инструментом по повышению производственного планирования при принятии каких-то управленческих решений. Ну и это единая площадка для использования различными специалистами, которые вовлечены тем или иным образом в работу с земельным фондом. Ну и это база для создания должного документа оборота. То есть мы предоставляем информацию на технологичном высоком цифровом уровне. Рустам Равильевич, последний вопрос хочу задать. Инвентаризация это забота кого? Кто должен в первую очередь задуматься о том, что нужно весь свой земельный фонд еще раз честь, еще раз посмотреть, проконтролировать? Хороший вопрос. Вы знаете, безусловно, этот вопрос должен заинтересовать учредители или генеральный директор того, то есть собственника, который должен быть заинтересован в максимально эффективном и рациональном использовании земель. Спасибо вам большое за то, что поделились своей точкой зрения и информацией. Надеюсь, что она будет полезна. Субтитры создавал DimaTorzok